Есть ряд методов, которые позволяют моделировать категориальную зависимую переменную. Одним из самых популярных методов является логистическая регрессия. На нашем примере мы посмотрим, как работает логистическая регрессия. Логистическая регрессия родственна линейной регрессии, но одно из главных отличий состоит в том, что вместо того, чтобы моделировать интервальный и континуальный y, мы моделируем вероятности категории категориального y. У нас как раз y, то есть целевая переменная, категориальная, имеет две категории – no и yes currently. Прежде чем начать работу, нужно произвести еще одну вспомогательную процедуру, а именно взвесить базу согласно инструкциям ESS. Об этом я уже упоминал. На всякий случай, еще раз взвешиваем базу по интегральному весу. И дальше переходим к запуску логистической регрессии. Analyze, regression, binary logistic. Логистические регрессии бывают бинарные, когда у нас целевая переменная имеет две категории, и мультиномиальные, когда у нас целевая переменная имеет более чем две категории. И базовой среди этих двух видов является бинарная логистическая регрессия, потому что, по сути, мультиномиальная регрессия – это и есть система бинарных логистических регрессий. Итак, запускаем бинарную логистическую регрессию. Находим зависимую переменную и помещаем ее в окошко dependent. Все остальные предикторы, которых довольно много, мы помещаем в окошко covariates. Поскольку их довольно много, и мы не уверены, что все они окажутся значимы, мы должны будем по очереди удалять незначимые и перестраивать модель. Посмотрим, как это выглядит. Итак, переходим к блоку 1, variables in the equation, и видим, что у нас большое количество переменных незначимы. Мы должны были бы выбирать самую незначимую переменную и удалять ее из модели, и заново, вручную перестраивать модель. И так много, много раз.